Бегу забирать GoPro свою, после еду на укол и встречаюсь с подружкой. У нас, так как вчера была буря, сегодня всё такое мокрое, а я в сандаликах. Короче, грязь забивает прям под пальцы. Супер, короче, ну духота на улице, дышать невозможно. Всё, забрала свою малышку. Она мне тут заряжается в рюкзаке. Ой, блин, у нас так душно, я вся мокрая. Не знаю, как люди в джинсах ходят, господи. Сделала. Сказали подольше подержать, чтобы синяков не было. А ещё прикол. Мне когда только начали водить, мне так чихнуть хотелось. Короче, я так боролась с этим желанием. Еле-еле попорола его. Блин, думаю, сейчас если я начну чихать, ну это пиздец просто будет. Я не знаю, у кого-нибудь когда-нибудь такое было? Мне просто даже страшно на минуточку стало, что я сейчас чихну, и иголка влезет вообще не пойми куда. Или вылезет не пойми откуда. Надо протестировать. Надеюсь, звук хороший. Видимость тоже. И вообще, надеюсь, записывает. У нас сегодня хоть и солнце светит, но как-то совсем не тепло. Я в лосинах, но мне прохладно. А я еду в новый бассейн. Наш, в который мы ходили, тоже закрылся. Почему-то в последнее время все бассейны закрываются. Странно. Привет! И переделала кучу дел. Я убирала на балконе, потому что много мусора здесь намело от открытого окна. И, соответственно, нужно было пропылесосить все ящики, все как бы поскладывать, поубирать. Пересаженные цветы. Все поставилась сюда, потому что в комнате как-то, не знаю, они как-то чахнуть начали. И, кстати, да, я уже пересадила новые цветы. Алоэ, опять же, я пересадила. Вернее, у меня вот в этом ящике была земля, которая сейчас в пакете. И в цветах частично. В общем, он сломан, этот ящик. И он у нас не влазит по всей ширине на балкон. Ну, именно по ширине не влазит. Короче, я решила от него избавиться. Потому что раз он большой, он еще и поломан. Ну, как-то не камильфой. А земля, которая здесь была, решила ее совсем прям не выбрасывать. Я взяла ее на цветы потратила. Так как эти цветы были для подъезда, я хочу их все-таки сейчас вынести туда. У нас соседи так до сих пор и не убрали свои двери, которые они выставили, я не знаю, уже месяц, наверное, назад. Короче, они по чуть-чуть это все выносят. Осталась одна дверь. И, ну, хоть когда-нибудь, но это должно случиться. Знаете, это из той оперы, как кто-то засирает подъезд, да, и площадку свою, а кто-то облагораживает, например. Как я. Пойду я выносить. Посмотрите, какая конструкция. Это мой штатив. Оказалось, что там грязный подоконник. Ну, это и не удивительно. Я даже это все не могу взять в руки. А там еще пакет стоит. Как оказалось, соседи все-таки убрали уже свой гармидор с площадки. Молодцы. Месяц, может, даже больше. Ну, чуть-чуть больше заняло этот процесс. А я выдвинулась забрать свой полис. Уже можно, в принципе, забрать. Но, блин, я тогда, когда делала его, я делала бумажный и протормозила. В общем, можно было сделать пластиковый, но нужна была фотография. А на тот момент, короче, мне не до этого было. И я как-то... Давайте бумажный. А сейчас у меня есть фотки. И я, короче, хочу спросить. Ничего, если переделать на пластиковый. Не получив бумажный. У меня все как обычно. По высшему разряду. А потом я иду на укольчик. У нас как-то очень жарко. Душно, короче. Вчера светило солнце, но было прохладненько. Ветер прохладный. А сегодня, в общем, жара. Охеренно идти посреди улицы курить. Ненавижу, когда идут и курят. Я сейчас хочу сходить... Походу, сзади кто-то крадется. Хочу сходить в МВидео. У меня там есть баллы. Купить наушники. А то мои уже все. Господи, мне уже второй раз звонит мужчина. Я же свои все фотоаппараты продаю. Все, закрывается блок. Нет, на самом деле, оставляю только самое основное, чем я пользуюсь. А то, чем я не пользуюсь, я продаю на Авито. И, соответственно, вот продала GoPro уже. И сейчас звонит уже второй раз мужчина за мою камеру Nikon Coolpix 820. Так вот, он мне выносит мозг. Ему дорого 5 тысяч. Я скинула тысячу. Ему все равно дорого. И он мне вот это вот... А вот у крышечки нет ниточки. Потому что у меня, ну, при переезде я не брала ни коробки, ничего. А вот нет ниточки, а вот нет коробки, а вот нет того. Да, блин, я и так скинула. Чуть еще надо. Так она стоит 24 тысячи сейчас. За 5. Ой, целый геморрой, блин, с этими людьми. Будьте проще. Почему я вообще говорю странный человек? Так это потому, что... Блин, ну, я с ним уже два раза разговаривала. Каждый раз этот человек мне говорит о том, что... Ну, вы мне там еще скинете. Я говорю, нет, это окончательная цена. Максимум 4. Это уже, понимаете, что я должна иметь с этой камерой, которая у меня всего 4 года, да, находится. Из этих 4 лет я год ею пользовалась. Просто я-то ее продаю. Как бы по ней будет видно, как она юзана. В общем, жесть. А вот на ней ни одной царапины, да. А вот там... Что ты хочешь? Ты хочешь за 2 тысячи пойти купить офигенную камеру? Сейчас наушники столько стоят. Вот, боже, люди, я просто, понимаете, я понимаю, не хочется переплачивать, тем более это с рук. И она может быть угробленная, или еще, может быть, и в ремонте была, или еще там что-нибудь. Заплатить копейки, но иметь что-то офигенное. И меня добивают такие люди, честно. Шла сейчас, и второй раз он мне выносил мозг по телефону. Ну, мы с вами встретимся там, и при встрече уже, может быть, вы что-то придумаете, может быть, вы что-то добавите, ну, типа, в комплектацию. Я говорю, у меня ничего нет. Я вам сказала, что у меня ничего нет. Что я вам должна добавить? Конфетку, говорю, или что? Просто вот... У меня нет слов на таких людей. За 4 тысячи мы хотим просто чего-то сногсшибательного. Ну, попробуй ты за 4 тысячи путевку себе найди куда-нибудь. А вы же вот разбираетесь, да, в технике там, в фотоаппаратах. А вот эта модель какая? А вот Philips там какая? Я тебе что, справочная, что ли? Я не пойму, да все знающие. Я говорю, я не разбираюсь во всех. Я могу сказать только конкретно по тем, которыми я пользовалась. Это, по-моему, очевидно. Я вообще такой вот человек-практик. Все, что я пробовала на себе, да, именно практикуя это все, я об этом могу вот со стопроцентной уверенностью рассуждать, размышлять, об этом могу говорить как-то. То, чего я не пробовала, ну, я с уверенностью явно не скажу и утверждать тем более не буду что-то. Он собирается еще приехать. Боже, это будет мне еще здесь выносить мозг. Я уже думала после того раза, как он мне в субботу звонил, у нас дождь целый день был. Ну, короче, мне выносил мозг около 20 минут по телефону. Сейчас тоже, не знаю, минут 15 мы, наверное, с ним разговаривали. До человека не доходит. Я уже думала, он мне не позвонит. Хотя со стопроцентной уверенностью говорил, что у меня возьмет фотоаппарат. А сейчас сказал, что я ездил, другие варианты смотрел. Ну, ездил бы и дальше. Просто с такими людьми лучше не иметь никаких вообще отношений. Ну, в плане купли-продажи. Это будет вынос мозга за камеру GoPro. Мне чувак звонил два раза, а то и три. Причем два раза я не слышала. На третий я подняла трубку. Вернее, на третий я ему позвонила. Он мне ответил. И на четвертый раз он меня сам набрал. Загвоздка была, насколько я знаю, Sony, именно флешки. Они с GoPro вообще никак не контактируют, короче. У него флешка с Sony, как бы. И он говорит, не работает ничего. Но в плане записывать-записывает GoPro, но файлы не отображаются на компьютере. И вот он у меня спросил, какая же у меня была флешка. В общем, вообще, я, конечно, не говорю, что все экспертами должны быть в какой-либо области. Нет. Но я прежде чем что-то выбираю, покупаю, я просматриваю информацию какую-то. Особенно после того, как я лоханулась с GoPro, которая не вынимается из чехла, которую я как раз-таки продала, и у которой звук плохо записывается. Поэтому я купила новую, кубик, которая записывает звук. Но, блин, почему-то у меня записывает она очень слабо звук. Я какая-то отекшая. Сегодня уже другой день. Вчера я все-таки встретилась с этим чуваком. Тут я и всезнающий начинаю апеллировать какими-то терминами, там, где-то что-то начитался. Я говорю, я не профессиональный фотограф. Я, говорю, врала для себя, как для начинающего человека. Спустя даже какое-то время я не профессиональный фотограф какой-то. Я брала для других целей. Короче, я не хотела человеку говорить, что я там блогер, я снимала видео и снимаю. Да, как бы больше у меня направления на это. Хотя мне интересна фотография, да, я люблю фотографировать. Но это не то, чем я там занимаюсь в каком-то профессиональном, да, сегменте. Он мне тут что-то говорит, там, разрешения какие-то, там, 3х4. Я ему поставила сначала 16х9 разрешение, именно фото. Потом он попросил поставить, короче, 3х4. Я не помню, 3х4 это какое разрешение. У меня не написано 3х4 и рядом там такое-то разрешение. Вы знаете, сколько это должно быть, там, мегапикселей, либо разрешение какое должно быть? Ну, 3х4. Я говорю, 3х4, у него должно быть какое-то еще разрешение. Короче, в общем, мы друг друга не понимали. Я же говорю, он то из себя умного строил, то потом... Я вот как бы уже много всего начитался. Вы, конечно, извините. Может быть, я вас путаю там и все такое. Я ему наснимала в разных разрешениях видео, фото сделала. У меня еще сели мои аккумуляторные зарядные батарейки, многозарядные АА-класса, которые... Он взял свои, одноразовые, немного зарядные. И их, во-первых, надолго не хватает. Во-вторых, мы вставили их, и сама крышка вот эта вот не закрывалась до конца. Как бы он снимает фотоаппарат, все, но это косяк, все. Мне понравилось все, хотя стоял, ну, дел, блин, я не знаю, сейчас, наверное, где-то. Мне все понравилось, но вот это косяк. Думаю, боже. Я уже, короче, не выдержала. Говорю, вы будете брать? Нет, как бы, ну, я пойду дальше по делам. Он там что-то вертел, крутил, еще снимал. В общем, мы возле русского аппетита напротив меня стояли, как дебилы, короче, какие-то. Хотя, о чем я говорю? Я, блин, хожу с камерой по городу и разговариваю. Ну, короче, видно, что человек, наверное, ни разу вообще не держал не то, что профессиональную камеру, а просто даже какую-то камеру. Я ему все и объясняю, и то, и это. То он не слушает, то ему интересно что-то свое, я ему и это уже объясню. Потом, ну, а что вы еще можете сказать? Я говорю, я уже все вам рассказала про эту камеру, что можно было. Остальное можно почитать на сайте. Говорю, вы смотрели, вы читали, как бы, описание я прилагала к камере, к самой. Пытался меня запутать где-то, чтобы я где-то, ну, может быть, прокололась, что-то сказала не то. Хотя я не врала, я сказала все как есть. Сколько камере лет, в каком она состоянии. Я не написала в идеальном, как многие пишут, я написала в хорошем состоянии. И еще, что меня просто убило, это крышка, которая идет на объектив. Она к самому объективу, вернее, к фотоаппарату цепляется ниточкой. Он за эту ниточку спрашивал, у меня 250 раз, я ему сказала, утеряно, нет этой ниточки, другую я вам нигде не возьму. Он, ну, мне же придется это все покупать. Я говорю, ваши проблемы. Ну, тогда скиньте. Я говорю, ваши проблемы. Вам не хочется, вас не устраивает, пожалуйста, идите, выбирайте дальше. Я просто, когда мы встретились, сняла эту крышку с объектива и начала ему включать, показывать все. На что мне человек просто заряжает, а фотоаппарат не может работать при закрытой крышке. Я говорю, а вы когда-нибудь такое видели? Не, ну мыльницы так работают. Я говорю, о мыльниц, автоматическая крышка, она сама при нажатии вкыл камеры, она сама открывается. Да, привыкл, закрывается, как бы, и вот эти люди, он так заумно себя вел, понимаете, вот, ну просто это смешно. И нудел, 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 уже собирались идти, он хотел в машине посмотреть на ноутбуки и звук и все такое. И тут подошел мой парень, как бы, и он за вот эту вот крышку, где батарейки, в общем, начал нудеть. И, ну, вы скинете еще, я говорю, 4, я сказала, максимум. Он, ну, 3,5 я беру. Как бы, он до этого еще мне, когда мы по телефону разговаривали, он говорил, блин, да я и за 3 видел, короче, такие камеры, а у вас тут вот завышена цена, там, это, я говорю, вас не устраивает, это не мои проблемы. Я поставила цену, никакого торга больше не может быть, все, как бы, хозяин барин, да. Ну, в общем, пытался мне зубы заговорить, уговорить, там, что-то, какой-то информации апеллировать, лишь бы, ну, он смотрит молоденькая, как и все обычно в жизни. У кого мозгов особо нет, не нужно судить людей по внешности, не нужно мнение составлять по внешности. Поэтому он подумал, я малолетка, можно на мне поездить, как-то мне там что-то где-то впихнуть. Он и пытался все это время, но потом просто подошел мой парень, и он понял, наверное, что тут ничего не светит, наверняка. И вот это вот последнее его было не три, как он до этого говорил еще по телефону, да, что три это максимум моей камере цена. Тем более четыре года, там, этой камере. Ну, короче, а тут три с половиной уже. Чисто я считаю из-за того, что парень был рядом. Он думал, если назовет меньше, парень там сбеленится, ну, парень и так сбеленился. Ну, не нервничал, а именно нормально просто сказал, нет, раньше меня. Хотя я как бы сама знаю, сколько вообще эта камера может стоить на самом деле. Он уходил, батарейки остались у меня в камере, я уже кинула в рюкзак, стоим на светофоре. Он проходит мимо и такой, у вас есть мой номер, если передумаете, звоните. Я говорю, нет, спасибо. Вот понимаете, какая, да, вот завышенная, чересчур завышенная самооценка и слишком вот самоуверен человек в себе. Это бывает иногда вот, когда чересчур это очень плохо. И это же заметно, а я как бы вижу людей, меня не обдуришь. Как бы не маленькая, извините. И он удивился, что я так ответила. Ну, как и многие, наверное, подумал дерзкое и все в таком духе. А потом просто подбегают батарейки с таким еще, знаете, высказыванием мне претензий. Сам забыл, ну, как бы мне еще и высказывать батарейки мне, как бы верните. Эти батарейки, я не знаю, 100 рублей стоят. Так что вот такие вот дела. Да, намучаюсь я с этими объявлениями, с этими камерами. Ой, не купят, честно, за 3000 я лучше сама ей еще попользуюсь. Вот как бы, да. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...